Построение эпюр в рамах. Об этом сегодня. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и проходивших мимо, как всегда, приветствую. Сегодня речь пойдет о построении эпюр в рамах, так они называются, то есть когда балка имеет угол, криволинейная балка или рама, и, в общем, ничего сложного, но нужно некоторые особенности освоить. Итак, в чем же особенность построения эпюра в рамах? В очень простой особенности, что мы должны помнить из теоретической механики. А в теоретической механике сказано так, что вот когда мы имеем любое твердое тело, я изображу его, то когда на него действует сила, мы эту силу можем перенести так, чтобы при действии на тело ничего не поменялось. То есть мы добавляем новую силу и вычитаем в том же самом направлении. Таким образом, для всего тела, то есть в системе сил, ничего не поменялось. Но при этом мы хорошо можем наблюдать следующую картину, что когда мы перенесли силу на какое-то расстояние, то мы получили пару сил, раз и два, и остается та сила, которую мы перенесли. То есть мы пара сил, это момент, потому что сила умножается на плечо, и остается та сила, которую мы изначально брали и переносили. Вот это простое свойство, которое в теоретической механике было изучено, теперь на практике будет применяться в рамах. Как это делаем? Сейчас об этом. Мы получили исходную задачу, и теперь строим на первом участке, от края удобнее всего строить, со свободного конца, а не с заделки, просто по той причине, что в теоретической механике нас обычно спрашивают реакции на действующую силу. В сопротивлении материалов нужно знать внутренние усилия Q от X, M от X, в данном случае при изгибе. То есть нам нужно построить эпюру, а не узнать опорные реакции, и поэтому, идя со свободного края, нам не придется определять опорные реакции из уравнений статики. Мы это сможем сделать из эпюр. Итак, поехали. Сила на плечо, мы уже знаем, как строится эпюра. Получаем треугольник, момент растет, чем дальше мы от силы отходим. И вот таким образом мы, первый участок, это обычная балка, если бы вот здесь у нас была заделка, эпюра выглядела бы точно так же. Вот, ну а следующая часть, это стойка. Для того, чтобы на ней эпюру построить, мы должны эту силу просто перенести. Для этого мы ее добавляем и вычитаем. В нашем новом сечении, которое мы будем делать вот здесь, на вертикальной стойке, мы должны просто посмотреть силы, действующие на это сечение, внешние нагрузки. Вот при переносе мы опять получили пару сил, которая создает момент в этом сечении, и сжимающее усилие, которое осталось. Я зачеркнул синим вот эту пару сил, и заменил моментом, который равняется F умножить на A. И теперь я рассматриваю эквивалентную систему, как будто бы у меня на вертикальную стойку действует только вот эта система сил, сжимающая и изъебающий момент. Ну, а дальше все просто. Мы, конечно же, просто берем, поворачиваем нашу балку, так как мы привыкли в сопротивлении материалов, изначально мы строили эпюры, и получаем момент. Сжимающая сила уходит сюда в виде реакции, поэтому, в принципе, и в построении эпюр изгибающих моментов она не принимает участие, потому что любую моментную точку она пересекает. Короче, вот наша балка. А это все просто. Здесь скачок на величину момента, и момент постоянный по длине сечения. Таким образом, переносим эту эпюру сюда, помня, что момент равняется f умножить на a, и вот это значение точно так же равняется f умножить на a. Мы получили эпюру изгибающих моментов в раме. Достаточно просто, я считаю. Мало того, дальше есть у нас два таких способа проверки, лайфхаки, такие для проверки. Первое. Мы должны понимать, что скачок на эпюре моментов, мы помним из построения эпюр, из свойства изгибающих моментов, что скачок на эпюре моментов может быть только там, где приложены сосредоточенные моменты. Вот здесь, по всей раме, исходной схеме, никаких сосредоточенных моментов быть нет. И значит, и скачков быть не может. А как проверить, есть скачок, нету скачков, вот здесь вроде как скачок. Но дальше говорят следующее, что если представить себе, что вот в этой точке мы разъединяем и вот так выпрямляем нашу раму, то мы не должны наблюдать вот здесь скачка. Действительно, его здесь и не будет. Здесь F на А, один момент, и дальше пошел точки соединяться, если мы выпрямим нашу раму. Вот так мы проверяем по-простому, скажем так. Правильнее, конечно, себе понимать следующее, что равновесие в узле должно соблюдаться. То есть, если вот этот узел вырезать и рассмотреть его как бесконечно маленький, бесконечно близко приблизившись в точку угла, то мы понимаем, что есть скачок справа, который равняется F умножить на А, и есть скачок снизу, который тоже равняется F на А. Это изъебающие моменты в нашем сечении, в нашем угле. А теперь просто нужно понимать, что их уже направить, эти внутренние усилия. И вот мы видим здесь скачок момента такой, что растянутые волокна, и пюра находится в составе растянутых волокон, растянутые волокна находятся сверху. Значит, и момент этот мы направляем так, чтобы растянутые волокна, он создавал, такое внутреннее усилие создавало растянутые волокна сверху. А здесь растянутые волокна на вертикальной истоке, когда мы бесконечно близко приходим снизу, растянутые волокна слева. Значит, и момент мы должны нарисовать такой, чтобы растянутые волокна были слева. И в результате мы видим, что если взять сумму момента вот в этой точке, момент в одну сторону, момент в другую сторону, равновесие соблюдается. И это, и это одно и то же, разными словами. На этом все. Сегодня закончил простую ипюру от силы. Точно так же будет строиться ипюра от распределенной нагрузки.